Песня о Сыне и Святом Духу и ныне, преснава веки веков. Аминь! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Благослови! Весказ и вестяный Господь – плечисце, Своей Матери и Всех. Светы их помилуй и спаси от нас века благ и человека любец. Аминь! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Из беседы святителя Иоанна Затоустова о грехе и покаянии. Существует две вещи – грех и покаяние. Грех – это рана, покаяние – лекарство. В грехе – стыд, в грехе – позор, а в покаянии – дерзновение, в покаянии – свобода, в покаянии – очищение от греха. Сатана, выслушайте со вниманием, за грехом следует стыд, спутником покаяния является свобода. Но Сатана извратил порядок и соединил свободу с грехом, а стыд – с покаянием. Есть рана и есть лекарство. В ране гниения лекарство обладает средством, очищает гниение. Разве в лекарстве гниения? Разве в ране спасительное средство? Не имеет ли это свой порядок? А то свой. Можно ли переменить это на то, а то на это? Но обратимся и теперь к грехам души. В грехе есть стыд, в грехе – позор, его удел – бесчестие. В покаянии – свобода, в покаянии – пост, оправдание. В глаголе ты – беззаконие твое прежде, да оправдаешься. Говори ты, чтобы оправдаться. Праведник себе самого – глагольник. И в первословии праведник в первой речи своей обличает себя. Притча. Дьявол, видя, что в грехе стыд, а этого достаточно, чтобы отвратить грешника от греха, в покаянии же свобода, что в состоянии привлечь кающегося, видя это, извратил порядок, соединив стыд с покаянием и свободу с грехом. Вот в чем дело, говорю я. Сильное возделение влечет кого-нибудь к публичной женщине. Он делается пленником блудницы. Приходит в публичный дом. Без стыда, не краснеясь, соединяется с блудницей, совершает грех. В это время нет в нем ни стыда, ни упреков. Но стыд является с концом греха. Он стыдится, покается, безумец. Когда соединялся с блудницей, не стыдился. А когда идешь на покаяние, тебе стыдно. Дьяволовы – это козни. Он позволяет ему в то время, когда грешит, не только не стыдиться, но делать это на глазах всех, потому что знаешь, что он убежит от греха, если ему будет стыдно. В покаянии же он заставляет его испытывать стыд, потому что знает, что стыдясь, он не станет каяться. То и другое производит зло, задерживает раскаяние, влечет ко греху. То есть нет раскаяния, грех еще более. Как говорит снежный ком, накатывается, накатывается постепенно, больше, а потом уже подходит отчаяние. Нет, мне прощения нет, все, я погиб. Поэтому согрешил, разбей, говорит, этого младенца о камень, сразу, быстрее. В другой беседе Иоанн Златоустый говорит, ты согрешил, упал, только не лежи, встань и скажи, Господи, я согрешил, прости меня. От этого нас, говорит, ждет наш Спаситель. Упал еще, спотнулся опять, вставай, только не лежи, не валяйся в этом. Скажи, Господи, я согрешил, прости меня. Кто готовился к Исповедию, сейчас оставайтесь на Таинстве Исповедии. Не забудьте все часы на час вперед перевести. Сегодня, да? А то завтра опоздаете.